Здесь грибалка проходит в очень жестких условиях. Бабушка с велосипедом, воспользовавшись моим растерянным состоянием, забежала вперед и буквально выкосила все. Она просто физически не могла дотянуться до него. Вот где молодость выигрывает у профессионализма. О, как вишенка на тортик. Всем привет! 28 сентября, в 8 часов утра. Я в таком месте интересном. Сейчас идут в основном подберезовички. И сегодня суббота. Тут высадилась масса людей. Грибной десант. Надо все делать тихо и аккуратно. Моя первая находочка. В перемешку с подберезовичками встречаются также и подосиновички. Все крепкие и свежие, несмотря на отсутствие дождя. Обратите внимание, в каких непроходимых хлащах растет этот грибочек. Ну, до него надо как-то пролезть. Ой! Чуть не упал. Доставок. Ну, наконец-то. Настоящий богатырь. Очень много пропавших уже грибочков. Вы знаете, хотелось бы отметить, что дождя не было, но есть роса. Это значит, был туман и, возможно, грибам этого достаточно. Полюбуйтесь, какие красавцы издалека торчат. Видно. Это же подосиновички. Вот один. Вот. Или замокин второй. Очень много грибочков попадается. Вот. Слегка покусанных. Ну, здесь и свеженькие. Здесь грибалка проходит в очень жестких условиях. В условиях дикой и беспощадной гонки. Бабушка с велосипедом, воспользовавшись моим растерянным состоянием, пока я доставал видеокамеру, забежала вперед и буквально выкосила все. Благо, тут есть еще подобные болотца. Сейчас будем их проверять. Вот. Общий вид этих мест. И вот, среди пней срезанных грибов мне еще удается найти вот такую красоту. Она просто физически не могла дотянуться до него. Вот где молодость выигрывает у профессионализма. Солнышко уже поднимается и поэтому грибники, опытные грибники, подобно вурдалакам, уже расходятся по домам. Ну, а у нас тут пока не густо, поэтому мы продолжим свой путь. Вот она, шляпка. Голоса выкалывают. Подосей на речек. А вон там старый стоит. Не дождался никого. Красота. Текс. Перелез через вот такое сухое дерево. И сразу же увидел вот такой прекрасный подберезовичек. Вот мне самому не верится. Оно в расстоянии где-то в 5 метров среди среди такой густой растительности молодого осенечка. Я вижу две коричневые шляпки. Одну шляпку выдала ее погрызанность белая. белая. Итак. Один. Два. Если посмотреться, здесь есть еще. Оба. Три. Тек. Вот так вот это выглядит. Здесь просто очень густая растительность. Вот выход. Посмотрите, какая милота. маленьких подберезовичков. И вот это все на одном месте. не сходя, не делая ни шагу. А вот ихний большой рот. Это все находится в таком уютном месте. Не ветерка здесь. Не грибника. А кроме меня. я решил для себя что эти грибы чересчур трудовые и менее красивые нежели подосиновики. Пойду в основной лес искать подосиновики. Вот эти молодые осенички. Непролазные просто. Пока вот такой результатец. вот он основной лес сейчас пойду туда. Сегодня я так спешил в лес что забыл на балконе корзину. Пришлось брать ведро в машине. но ничего. Очень тяжело было собирать эти подберезовики. Был даже такой забавный случай когда я стал на колени собрать два или три грибочка. а потом ветка задержала меня за вот этот рюкзак что сзади. И я так на коленях стою. Встать не могу. Все мои попытки тщетны. А остальные грибники пробегают мимо и улыбаются. Здесь прошел не один десяток людей. А вот эта погрыженность вот этого подосина его спасла. Он сливается с общим ландшафтом. Сейчас посмотрю каков он внутри. Смотрите друзья он очень крепкий. Просто лицом не вышел. Вернее шляпой. Но это все обрежется. Так то он массивный. вот настоящая красота. Я просто фанат этих грибочков. Многие со мной согласятся. Когда красноголовик действительно такой имеет цвет шляпки прям аж бордовый. но это выглядит по-настоящему дорого по-императорски. такой маленький. А как дорого смотрится. Дорого богато. Так сказать. Он был хороший подосинный. Ну был да. Скорее чем есть. И тоже погрыженный. Так и хочется сказать мышам. Вам жрать нечего больше. О А вон есть нормальный. Сейчас. Итак друзья смотрим. Хороший подосиновичек. видите. Как вот те что не поим так по надкусию. Ну это все брежется. А вот смотрите какой балерун. О вон еще вон еще кусь 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 не критично посмотрите красота о ох а такой крепкий ух ты вообще класс класс красота какая друзья конечно западной украины скажут как обычно хиба то грибы ось у нас грибы да у них там белое конечно шикарное но зато яке у нас ризном дитя підберезовики підосиновики белые грибочки папеньки маслячки и такие инши хиба и и и и и тут же сразу положим тут же сразу пожалуйста какая красота и 1 и 2 братья и 3 и 4 и 5 и тут же не отходя от кассы вот как яблочко глядовую восхищаюсь чистенький настоящая драгоценность вот класс а евгений ровер пишет что грибы наверно из украины сбежали привет же я так понимаю в россию все на месте березовички маскируются здесь вот разбитые бутылки один не порезаться потому что тут вот стекло торчит двуногие животные оставили свой след так есть и вот на толстой ноге маленькая шляпка смешной такой темная 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 вот так получилось вот они здесь под березовички перемешку под сменовичками красавчиками видно ли будет отсюда такой маленький приятненький приятненький да видно вон он вот идем за ним есть чистят значит я оторвался от остальных гостей леса в виде грибников в виде грибников и не открываются настоящие чудеса вот такая красота интересно они начало берут совместно ну как бы да как бы рядышком вот тут вообще я просто попал в какую-то сказку смотрите красота переводим взгляд вот и вон пожалуйста красноголовичек вот так они дружно соседствуют чем меня и радуют вот тяжело конечно пробраться но ничего этим и интересна сегодняшняя грибалочка грибалочка так г-образненький наш чистенький изредка попадаются немножко червивые ну совсем чуть-чуть и вот опс есть все ну что сегодня ведерко думаю насобираю таких молоденьких и домой так мне больше не надо молоденьким то поплотнее ведро ложатся чем три крупных на всю ведро вот я что жду как бы по тропиночке вдоль болотца а грибы заглядываю туда вглубь и вот вижу иногда а лезть так далеко за ним так тяжело ну надо пропадать будет это я ту сторону смотрю ближе к болоту а если же посмотреть в другую сторону в сторону леса то можно заприметить чью-то красную шляпу интересно он еще жив о вот он как раз в полном расцвете сил таких я давно не встречал хорошо прятался молодец и и какой чистенький о набрел на еще одно селение под березовичком тут тут вот три штучки и вон один торсил так эти вот слились поцелуя одинок был еще молоденький вот эти я даже разъединять пока не буду ведерко наполняется идем дальше вон видно еще два братика если же это чувство просто выброс эндорфина почему так классно сильно почему так круто сильно почему так классно сильно почему так круто сильно так тут чуть-чуть почему так обидно сильно один там где-то пробрался ну ничего думаю я с ним расправлюсь так коментарии излишне кто-то жрал уже а я еще так отметил для себя что сегодня я не встречал кстати ни одной змеи тут должны были быть маслятки но пока они еще не появились вот только в болотах грибочки вот вот возле болота встречаю уже неоднократно вот эти грибочки вообще похожи на опята но это не опята это точно не опята какие-то желтые через чур грибщетка грибщетка гриб подосиловик маленько еще один клуб иди сюда клопик сегодня я вам говорил о грибе который выглядит истинно по императорски я к нему еще близко не подходил но уже оценил его красоту по этой округлой форме и этому цвету смотрите красота какая ну-ка надо же это надо таком вырасти класс ой уже где-то влез и и и ко мне а мой дорогой класс вот это радость это просто король среди всех моих найденных грибочков и такой увесистый рядышком еще растет чуть поменьше но не менее красив о все очень очень густо вот смотрите такие большие уже были подосиновики их уже трогать не буду они все погрыжены но если заглянуть сюда мы видим довольно неплохой экземпляр крепкий о о о хороший очень густая трава здесь и в траву подосиновичек сидит вернем даже не в траву но в траву я кстати не особо находил а так вот рядышком открытой местности вот какой приятный и так ведро у нас уже полное вон вижу еще подосиновичек за ним конечно тяжело будет пробраться ну что ж теперь придется лезть вот родной оба есть теперь же назад надо как-то с рюкзаком оказался такой чистенький хороший все пора выбираться отсюда и вот друзья как специально в заключении вот такая красотинушка все если только тут побудет надо такому вырасти и никто его не нашел а это чудо просто чудо как он огромен это точно увесистый вот такой вот ножка у него чистенькая он просто взрослый он не старый он взрослый несём его к себе о как вишенка на тортик вот и получил я свое ведро эндорфина надеюсь вы тоже если да то ставьте лайк подписывайтесь на канал и до новых встреч до новых встреч и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok